итак в этом задании вам будет необходимо взять искусственный шелк у меня была вот такая ткань цветная и сверху она шла купоном и сверху была однотонная это шелк армании с принтом вы можете взять однотон например шелк армании с принтом или другой любой другой искусственный шелк ваша задача и именно поработать на искусственном шелке дальше вам необходимо подобрать фурнитуру в черно бело серых тонах то есть эта работа делается вот в таком черно-белом цвете и здесь очень важно подобрать разные формы камни вот например можно брать любые треугольники и такие лодочки можно взять камни плоские можно взять камни в цапе какие вы захотите далее для того чтобы сделать такую крупную россыпь необходимы будут бусины можно взять двух цветов какие-то бусины дальше я еще использовала граненые бусины черные и вот такие треугольнички интересные и бусинка я не знаю ее название вот такая тоже лодочка только бусинка лодочка и рандеры по-моему так они называются не используются в бижутерии далее вам надо будет продумать какие бусинки вы будете вставлять в сеточку это могут быть мелкие бусинки это могут быть крупные бусинки на свое усмотрение подумайте чтобы вам хотелось может быть стразик в цапе например здесь вставлен вот далее нам необходим бисер здесь у меня был чешский бисер есть такой чешский бисер он на нитях продается он специально такой нестандартной кривой можно так сказать формы граненой практически и вот он создает свою такую фактуру интересно также я работала здесь бисером номер 15 но вы можете взять чешский бисер например там 12 ты он тоже подойдет но я рекомендую все-таки поработать вам с очень мелким бисером взять 15 и 12 бисер вот для вот этих мест и вот здесь тоже я работала именно этим совсем мелким бисером здесь у меня 15 был бисер и вот здесь совсем маленький 12 бисер и здесь у меня был жемчуг 2 миллиметра двоечка вот это все что нужно будет вам из материалов для этой работы также продумайте какая у вас нить будет идти в сеточки так чтобы это все у вас красиво смотрелось я брала мулине с люрексом у меня гамма мулиная было вот я их использовала для сеточки также необходимы будут небольшие кусочки кружева здесь я использовала вот такую сеточку есть вот такая сетка магазин я потом вам пришлю в котором я покупала эту сетку она есть разного цвета вот и вы можете и шантиль и брать то есть как как захотите но ваша задача выбрать какое-то кружево которое вы будете использовать в этом фрагменте и вот здесь в этих цветочках это важно вы будете учиться накладывать ткань да и смотреть как это потом сочетать с фурнитурой и также у меня была вот такая шантиль и кружева для обтяжки камней то есть нам еще понадобятся такие два двух видов кружева для обтяжки камней то есть мы камни не просто будем ставить с кристаллом да вот чтобы ярко был кристалл виден нет мы его будем немного приглушать тканью добавлять еще на камень фактуру и он будет создавать дополнительную такую сложную игру в работе из материалов это в принципе все что вам нужно подобрать для этой работы